Здравствуйте! Вячеславич Славовича, поскольку у нас, в общем-то, в традиционном месте сегодня технические сложности появились, но я думаю, это не проблема, и в следующий раз мы вернемся к пианино, да, которое стало уже таким традиционным. Вопросы вот нам задают, давайте с вопросов начнем. Первое спрашивают, будем ли мы в Питере в воскресенье. В воскресенье мы будем в Питере. Подробнее, я думаю, Вячеславич Славович, в общем-то, расскажет в 21 час, да, то есть там будут прогулки оппозиции. Мы в очередной раз всех приглашаем на прогулки по всей стране, не обязательно в Питере, в Москве, в, в общем-то, мы знаем, что в Краснодаре, в Твери, в Тамбове, в Рязани, во многих городах России, в Владивостоке. Кстати, тоже не стоит забывать, что эта часть России очень важная, да, значимая часть, очень часто про нее забывают, да, наши нынешние властители, об этом мы сегодня еще поговорим. Поэтому, в общем-то, участвуйте в прогулках оппозиции. Я думаю, что лишним это точно не будет. Задают вот вопросы, классическая история, да, то есть задают сначала провокационные вопросы, а потом говорят о том, что я устраиваю тут пропагандистские лекции. Спрашивают о, в общем-то, электронных сигаретах. Вчера мы говорили о том, что в Госдуму поступил законопроект, ограничивающий электронные сигареты, продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Да, я сказал о том, что, в общем-то, я был автором этого законопроекта, да. Я, в общем-то, долго объяснять не буду, хотя я тут мог бы трехтомные лекции, да, рассказать. Но в двух словах скажу. Что касается электронных сигарет, все предельно просто, да. То есть я думаю, что есть люди, которые считают, что электронные сигареты помогают бросить курить. Я не буду вас в этом переубеждать, хотя это не так. Но я думаю, что всем нам понятно, что детям, да, там, подросткам бросать курить не надо, потому что они не курят, да. То есть если они не курят, то не такой срок, чтобы бросать курить, в общем-то, с помощью электронных сигарет. Поэтому, конечно, я поддерживаю ограничение продажи электронных сигарет для детей. Потому что либо у нас тогда давайте снимем все запреты на продажу сигарет, либо мы, как бы, должны запретить и электронные тоже, потому что в них также содержится никотин. То есть должна быть, в общем-то, логическая какая-то составляющая в этом. Логическая составляющая появилась. Это лично меня радует. Я не думаю, что кого-то это должно, в общем-то, огорчать. Про опрос спрашивают. Вот, кстати, про опрос я сказал. И заодно сразу покажу. Одну секунду. Опрос у нас состоялся в группе периферийного зрения. Как я уже, в общем-то, и анонсировал в прошлый раз. Участвуйте в наших опросах. Сегодня там появился новый. Вот результаты нашего предыдущего опроса. Посвящен он был такой сложной, действительно, тяжелой теме. В общем-то, самоубийство в России, да, то, о чем мы говорили на прошлом эфире, и то, к сожалению, о чем мы говорим от эфира к эфиру. Большинство наших сторонников, это 52%, уверены, что большое количество суицидов в России связано с тем, что люди не видят перспектив, общая депрессивная ситуация в стране. Но, в общем-то, я, честно говоря, тоже проголосовал именно за этот пункт, что, в общем-то, очевидно. Были интересные мнения в комментариях. Вы можете, в общем-то, пройти по ссылке в группу периферийного зрения, почитать мнения в комментариях. По данной теме были интересные мнения, но все-таки я позволю не согласиться с теми людьми, кто говорит о том, что есть, скажем так, основная ключевая роль – это то, что дети, как бы, дети, которые находятся в России, хотя, кстати, мы говорили не только о детях, да, то есть не только о подростковом суициде и детском, но и вообще в целом. Те дети, которые находятся в России, они, в общем-то, более депрессивны просто по своему моральному складу. Но я думаю, что все-таки, наверное, связано это с воспитанием, а, в общем-то, воспитание, оно непосредственно отражает нашу социальную обстановку, которая находится, которая происходит в стране, да, поэтому в данном случае, как всегда, у нас, да, все сводится к тому, что ситуация в стране ужасная, это, в общем-то, отражается на родителях, это отражается на воспитании детей, дети растут в нищете, как правило, да, дети растут в депрессивной обстановке, которая у нас в стране, в общем-то, поселилась уже в течение долгого времени, Поэтому, когда кто-то говорит, что, в общем-то, в других странах так же, в других странах не так же. Напоминаем вам о том, что есть у вас возможность, и мы вас приглашаем на скайп-конференции с Вячеславом Мальцевым. Проходят они, в общем-то, в удобное для нас с вами время. Вот, в частности, Новосибирск подал, да, заявку на скайп-конференцию. Обязательно мы с Новосибирском проведем скайп-конференцию в самые ближайшие дни. Я думаю, что будем, может быть, по согласию участников конференции будем выкладывать записи. Кому-то, я думаю, будет это интересно. И приглашаем, в общем-то, все города, вне зависимости от вашей расположенности, да, отдаленности. Может быть, кстати, и другие страны. Если у кого-то есть группы наших сторонников в других странах, а мы знаем, что нас в Литве, в Латвии большое количество смотрят, в Мадагаскаре 4 человека. Пожалуйста, Мадагаскарская артподготовка, мы с удовольствием с вами пообщаемся. Но это, если без шуток, то пишите нам на электронные почты, ВКонтакте, ну и, в общем-то, в остальных соцсетях, в которых мы присутствуем. Спрашивают про народный сход, который состоится завтра. Первый антикризисный марш, да, который, митинг-митинг, я, в общем-то, всегда называю маршем. Первый антикризисный митинг, который планирует провести так называемая новая оппозиция. Конечно, мы это поддерживаем. В общем-то, насколько я понимаю, сейчас тот сход, который анонсировали организаторы, он не санкционированный. Но, с другой стороны, в общем-то, если мы говорим с более глобальной точки зрения, да, что такое сход, нет такой формы публичного мероприятия, как сход. Есть митинг, есть пикет, есть шествие, есть демонстрация. Есть одиночный пикет, да, который не требует согласования, но все равно является публичным мероприятием. В общем, сход это не публичное мероприятие, то есть, конечно, понятно, что в современной России, в общем-то, больше трех человек собрались, это уже нельзя, да, если без согласования. В общем, оставляем на вашей совести каждый, кто, в общем-то, желает и считает необходимым поучаствовать в своем протесте, да, против действий нынешней мэрии, которая запрещает официальные публичные мероприятия и переводит участников в такие незаконные, ну, может быть, не то, что незаконные, а полузаконные русла. В общем-то, те могут в этом поучаствовать. И мы, конечно, приглашаем наших сторонников в этом поучаствовать на свой страх и риск, скажем это так. Мы продолжаем согласовывать наш митинг, который постараемся провести согласованно. Митинг у нас назначен, в общем-то, на День Конституции. Уже, я так понимаю, у нас определенные ответы начинают поступать от администрации города Москвы. Я думаю, что в ближайшее время мы тоже об этом подробнее скажем. Как только согласуют, так сразу, в общем-то, вам сообщим дату, время, место. И 5 декабря уже, да, в общем-то, через три дня мы приглашаем в наш Дом народов, наших соратников, сторонников, зрителей, подписчиков, сподвижников, как вас еще назвать, хунту. Мы приглашаем хунту московскую и не только московскую на обсуждение митинга, на чаепитие. Ну и, в общем-то, проведем в очередной раз конструктивный диалог, как это было с обсуждением программы. Спрашивают, вот будем ли еще обсуждать программу. Я думаю, что обязательно будем. Сейчас вот мы решим вопрос с этим митингом. И я думаю, что без проблем мы будем продолжать собираться, в общем-то, и обсуждать наши с вами планы. И нашу программу, и программа «Плохие новости», и программа, в общем-то, в глобальном смысле 5-го, 11-го. Поэтому, в общем-то, все хорошо. Идем по заданному курсу. Ну и, переходя к новостям, новость, которую нам прислали наши соратники. Снег окрасился в зеленый цвет из-за аварии на предприятии на Урале. Речь идет о Магнитогорске. Вот такой замечательный снег нам сегодня выпал утром. Такая действительно психоделическая с определенной точки зрения картина. Вот так она выглядит. Естественно, местные власти уже отчитались о том, что это совершенно безопасно. И зеленый снег, в общем-то, это так и должно быть. И посмотрим, как, я думаю, что есть большое количество экологов, есть большое количество общественников, есть большое количество независимых центров, так или иначе, да, которые проводят экспертизы, в общем-то, состояния экологического города. И я думаю, что в скором времени мы узнаем их мнение, да, то есть, на мой взгляд, более компетентное, независимое мнение о том, насколько выпадение зеленого снега безопасно для человека, и, собственно, почему он стал зеленым, да, что именно в нем содержится, и как это на человеческую жизнь влияет. Но, конечно, я думаю, что подобные случаи, они будут продолжаться, потому что все предприятия, которые у нас занимаются химической промышленностью, и были, ну, последние, там, 20 лет, да, и были, и продолжают находиться в отвратительном состоянии. Мы все знаем, как историю в Саратове, да, когда цианид натрия хотели проводить, там, создавать, да, в деревянном бараке воспламеняющийся, в общем-то, состав, хотели в деревянных бараках производить. Ну, в общем-то, такая ситуация по всей стране, и где-то на это обращают внимание, а где-то нет. Поэтому сначала выпадает, в общем-то, зеленый снег, главное, чтобы не появились зеленые человечки, да, после выпадения такого зеленого снега. А вот в мэрии закупила снегоуборочные машины, которые не способны убирать снег. Это такое замечательное заявление сделал зампредседателя комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов, в общем-то, в Иркутской области, я так понимаю, если я не ошибаюсь, нет, я не ошибаюсь, в Иркутской, в Новосибирске, прошу прощения, да, в Иркутске, там у нас дальше будет новость, в Новосибирске, такая ситуация произошла, она мне очень нравится, как мэрия, в общем-то, комментирует. Мэрия говорит о том, что расчет в соответствии с муниципальным контрактом предусмотрен только после выполнения поставщиком всех принятых обязательств по поставке товара до 31 декабря 2017 года. То есть, о чем они говорят? О том, что они заказали не, в общем-то, не работающие машины, да, но они говорят о том, что мы за них не заплатили, все нормально, то есть, мы еще можем, в общем-то, людей кинуть. Я не думаю, что им поставили какие-то неправильные, неправильный транспорт, да, неправильную технику, я думаю, что, как всегда, вопрос в заказе, да, что они указывали в этом заказе и как, в общем-то, проходил тендер, да, как проходил контракт, что пришлось, в общем-то, получать ту технику, которая не способна чистить снег. Просит передать привет Житомирской области отдельно Николаю Шафирову из Киева. Большой привет Николаю Шафирову из Житомирской области, Киеву и, в общем-то, всей Украине. Снегоуборочные машины не способны убирать снег. Это как? Да, ну, я думаю, что в России есть машины, которые просто не способны двигаться, да, то я думаю, что и снегоуборочные машины не способны убирать снег. Это нормально, это нормально. Вы спрашиваете, это как? Это нормально. В Воронеже на памятнике «Я люблю Путина» проступили украинские цвета. Это очень такая сакральная новость. Во-первых, мы узнали, что, в общем-то, есть, оказывается, памятник «Я люблю Путина». Выглядел раньше он вот таким прекрасным образом. Установил этот памятник какой-то частный предприниматель, насколько я понимаю, рядом со своей гостиницей. Но после того, как некоторые определенные граждане выступили с протестом данному памятнику, я так понимаю, что это наши так или иначе соратники с протестом выступали. Ну, как с протестом, его попросту обещали уничтожить, да, эту стеллу. После этого он ее, в общем-то, оградил забором, и она находилась уже в непосредственной близости к зданию гостиницы, для того, чтобы, в общем-то, могла охраняться. И поскольку, в общем-то, люди не смогли свой гнев, да, данной стели проявить, ее проявила погода, да, природные события. Теперь выглядит вот таким замечательным образом. Это вот нарочно не придумаешь. Это вот когда говорят о том, что какие-то вещи, там, мы называем сакральными, а на самом деле они совершенно, там, приземленные и обычные. Но вот тут, я не знаю, настолько выцвело сердце, да, что мы видим, что вместо российского флага появился флаг Украины. Ну, естественно, мы видим белый верх, да, которого у флага Украины нет, но тем не менее. То есть выцвели цвета под воздействием, в общем-то, я так понимаю, дождей, снегов. И теперь вот такая интересная раскраска. Ну, интересно будет, что с этим арт-объектом, да, такие художники-акционисты, что с ним сделают его владельцы, да, перекрасят или снесут, или оставят так, как есть. Но в любом случае, я думаю, что в таком виде этот объект намного более интересен и намного более какую-то сатирическую хотя бы отражает картину, да, намного лучше, чем был. Но вообще я не очень понимаю, то есть я знаю, что огромное количество у нас людей из Воронежа нас смотрят, да, людей, в том числе радикально настроенных, для меня еще загадка, почему памятник «Я люблю Путина» до сих пор находится на том месте, где он находится. Я понимаю, что он за забором, но это же не какая-то военная территория, да, сидит там какой-то охранник 60-летний, да, у которого в лучшем случае есть рация с фонариком, это в самом лучшем случае. Ну, в общем-то, я ни на что не намекаю, но я думаю, что в скором времени мы услышим о том, что этот памятник куда-то исчез. Да, вот Актюбинца судят за оскорбление Путина в социальных сетях. Очень интересная история, то есть мы недавно шутили на тему того, что какой-то президент тоже просто советских стран, я даже не запомнил, кто, в общем-то, там начали судить за его критику, и мы сказали, а вот мы находимся в России, и если мы будем критиковать этого президента, настигнет ли нас, да, ответственность. А вот очень интересно, в Казахстане возбудили уголовное дело против 46-летнего мужчины, который критиковал президента России, то есть в Казахстане судят за критику президента России. По материалам дела, в общем-то, на своей странице в Фейсбуке, кстати, в Фейсбуке, кто там говорит о том, что Фейсбук – это абсолютно безопасная социальная сеть, вы очень далеки от истины, сейчас я к этому еще вернусь. На Фейсбуке оставил комментарий, критикующий президента России Владимира Путина, причем, я так понимаю, что вот фраза на странице «Мужчины нашли высказывание о войне против исламского государства, которую он назвал театром», то есть за, в общем-то, сравнение войны в Сирии и театра, человека хотят, в общем-то, отправить за решетку. Его обвинили по статье 174, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. «Подсудимый утверждает, что он просто выражал свое мнение, пользуясь свободой слова и следуя Конституции, здесь он, безусловно, прав, я не читал, скажу вам честно, Конституцию Республики Казахстан, но я думаю, что там точно нет ответственности за какие-то комментарии в Фейсбуке о сравнении войны в Сирии с театром. Мы, в общем-то, и гораздо более жестко высказываемся, и не только мы, да, по войне в Сирии. Я думаю, что в Республике Казахстан на нас, наверное, давно бы уже возбудили уголовное дело. Посмотрим, что закончится, чем закончится конкретно вот этот случай, бурт или вообще продолжение. Теперь, в общем-то, должен быть какой-то ответный акт, да, гуманизма. То есть теперь в России должны возбудить уголовное дело в отношении кого-то, кто критикует, в общем-то, президента Казахстана или какой-то другой страны, но вот в данном случае Казахстана, потому что, в общем-то, ответочка такая должна быть, да, от нашего стола к вашему столу. Да, вот про безопасные соцсети, сейчас, одну секунду. Про безопасные соцсети спрашивают, Facebook, естественно, это небезопасная соцсеть. Почему, объясняю. Первое, это субъективный фактор, да, субъективный фактор заключается в том, то есть мое мнение о том, что, ну, давайте посмотрим, почему все называют Facebook безопасной соцсетью, потому что ЦРУ в свое время высказался, в общем-то, с требованием к Цукербергу о том, чтобы он выдавал какие-то переписки там участников террористических актов. И он громко и, в общем-то, единогласно заявил, что он не будет этого делать. И ЦРУ разводила руками, возмущалась и говорила, ай-яй-яй, как же это плохо, мы так хотели, а оказывается нельзя, потому что, вот, в общем-то, Цукерберг не дал. Но я думаю, что если бы действительно такая ситуация произошла, то она произошла бы гораздо более тихо и не с таким фурором, да, здесь был абсолютный фурор, то есть все только об этом и говорили. И я думаю, что в данном случае это как раз на руку ЦРУ, то есть продюсируется вот такая ситуация. Ну, представьте, если сейчас ФСБ запросит какие-то данные у «Контакта», а «Контакт» их демонстративно откажет, да, но люди, значит, почувствуют, вот, значит, «Контакте» не выдает свои данные, значит, можно там о чем-то писать, значит, можно себя чувствовать безопасно. Ну, ясно, что «Контакте» никто себя не будет чувствовать безопасно, но я перевожу, в общем-то, на аналогию с ФСБ. Поэтому я думаю, что это, в общем-то, специально был такой спектакль разыгран, да, с очень большой раскруткой в интернете, да, и не только в интернете, на тему того, что вот якобы ЦРУ данные эти не имеет. Я думаю, что безусловно имеет, и я об этом знаю по одной очень простой причине, потому что мне российские спецслужбы, причем самые, там, мелкого уровня, саратовского, читали переписку из Фейсбука, и я абсолютно уверен в том, что она не могла никому попасть в руки, в общем-то, путем того, что кто-то зашел там на мою страницу или на страницу человека, который со мной переписывался. Поэтому российские спецслужбы, я в этом на своем примере абсолютно уверен, читают Фейсбук так же, как и читают все остальные социальные сети. Ну, не знаю, может быть, где-то это делать проще, а где-то сложнее, да, то есть ВКонтакте, очевидно, делать проще, но Фейсбук тоже нельзя называть абсолютно безопасной соцсетью, это однозначно. А вот в Петербурге главу муниципального округа Княжева избили бейсбольными битами. Вот обращаем внимание, что уже не первая ситуация, когда всевозможных чиновников пока что муниципального уровня, пока областного уровня, происходят те или иные нападения. Ну, связано это как минимум с двумя составляющими, на мой взгляд. Первое, это люди, безусловно, озлоблены, да, то есть вот всевозможные вот эти нападения, но мы знаем, как они любят на этом пиариться, то есть подошел какой-то мужчина, там, я не знаю, накричал на него, дал ему леща, они пишут о том, что это нападение. Я не знаю, в данном случае было ли это так или нет, но тем не менее, это во-первых. А во-вторых, безусловно, мы понимаем, что все чиновники, особенно муниципального уровня, это люди, завязанные на бизнесе. И, в общем-то, таким образом, классическая такая история, наверное, из 90-х, да, присуща в 90-м, в общем-то, бизнес-деятельность стала причиной тех или иных нападений. Ну и вот в очередной раз мы видим, что люди были в сопровождении, ну, вернее, вот этот Дмитрий Козлов, да, на которого напали несколько неизвестных, он был в сопровождении охраны, которая ему совершенно не помогла. Но я вот несколько дней назад видел нападение во Фрязино, да, где тоже была охрана. И эта охрана вела себя настолько же профессионально, насколько, наверное, вела бы себя я. Но я не напрашиваюсь в охрану каким-то там высокопоставленным чиновникам. То есть охранники у них совершенно не способны даже в элементарных случаях какие-то элементарные действия проводить, да, то есть, ну, просто неквалифицированно работают. Поэтому я думаю, что подобные случаи будут продолжаться, мы все чаще будем про них слышать. Тот вот спрашивает, обманщиком меня, обманщиком меня называют, почему не пошел на пикет в школу? Ну, если вы обратили внимание, в Москву я приехал всего два дня назад, то есть Вячеслав, что здесь был достаточно давно, может быть, люди не знают, я объясняю. Вячеслав, что здесь был там почти уже две недели, да. Я приехал вот несколько дней назад всего лишь навсего, плюс у нас идет активная подготовка. В общем-то, я просто не могу себя клонировать и не могу разорваться на несколько частей. От этой идеи я не отказался. И, в общем-то, при всех вот здесь вот говорю о том, что, в общем-то, подобную акцию я в любом случае проведу. Насколько это во времени ограничено, конечно, требует максимально быстрого решения. Вот у нас сейчас еще и митинг появился, который не менее, наверное, важен. Поэтому я думаю, что все успеем, не беспокойтесь. И уж тем более я никого не обманывал, в чем обман-то заключается. В том, что я разве сказал, что какого-то вот числа я пойду. Нет, не говорил. Я сказал, что буду организовывать данное движение, я его буду организовывать, я вам обещаю. И у нас, кстати, я говорил о том, что у нас вот эта новая оппозиция, которая себя сейчас так называет. Нет, я хорошо к ним отношусь, просто я как-то сказал так напыщенно. Я предложу, думаю, эту идею, может быть, и им она покажется интересной. Поэтому процесс идет, никто его не останавливал, никто никого не обманывал уж тем более. Власти Первого Уральска отказались расселять жильцов в взорванной пятиэтажке. Очень интересная новость. 21 год назад в доме от взрыва бытового газа разрушился один из подъездов. Дом этот выглядит вот таким образом. Сейчас мы его вам покажем. Вот так выглядит этот замечательный дом. И, в общем-то, вы будете удивляться, но этот дом до сих пор жилой. То есть вот эти квартиры, которые находятся дальше, абсолютно разрушенное здание. И квартиры, которые находятся дальше, там живут люди, обычные люди. И вот внутри мы видим, как этот дом выглядит. Если кто-то не понял, то это деревянные распорки, которые, в общем-то, держат, я так понимаю, какие-то конструкции. Причем конструкции достаточно капитальные, да, то есть несколько тонн, которые весят, очевидно. И эти конструкции, в общем-то, держатся вот на каких-то деревянных балках, распорках. В этом доме живут люди. Как рассказывают местные жители, кстати, это новость, которую нам тоже прислали зрители. Большое вам спасибо, мы бы и не узнали об этом. Татьяна Михалева, жительница дома номер 14 на улице Заводской в Первоуральском, как раз нам рассказывает о том, что после взрыва дом обследовала комиссия. Это еще 21 год назад. Из городской администрации признала его аварийным, на основании чего он подлежал сносу и расселению. Ну, в общем-то, это логично. Я хорошо помню, что все жильцы подписывали тот акт, но впоследствии он бесследно исчез. Найти его не смогли даже в судах. В этом году, спустя уже 21 год со взрыва, экспертизу все-таки провели, но в мэрии ее результаты от нас скрывают. Ну, опять-таки, вот это классический пример. И когда мы говорили о том, что в прошлом году и в этом году происходят взрывы домов, взрывы газа в домах, и власти тут же неожиданно начинают устраивать такие конкурсы, кто из них больше меценат, и рассказывают о том, что они будут всех переселять, всем давать компенсации, каждому по 5 миллионов и так далее. Вызывает вопрос, почему вот эти жители уже 21 год ждут, когда их переселят, а люди, которые, в общем-то, пострадали от такого же бытового газа, их тут же расселяют. Но это понятно, почему? Потому что в том случае, видимо, действительно был бытовой газ, какая-то обычная классическая ситуация. А вот в этих последних случаях, очень странных, да, когда проходят какие-то испытания новых газовых систем, выкладывают новость о том, что проходит испытание новых газовых систем, потом происходит взрыв газа в доме, после чего эта новость о испытании газовых систем со всех информационных порталов удаляется. А людям всем говорят, да-да-да, мы ваши дома расселим, вам заплатим деньги, только давайте вести себя потише. Ну, надо, стоит задуматься, да, об этом. То есть мы вот говорим о том, что взрывается газ, о том, что люди, в общем-то, отапливаются самодельно. Но тут еще и вот такой субъективный фактор о том, что коммуникации все изношены. То есть я не удивлюсь, что большинство из тех взрывов, которые, в общем-то, списывают на каких-то пьяных там с окурками и с газовыми баллонами, на самом деле происходит по другим причинам. По причинам того, что изношены коммуникации, по причинам того, что, в общем-то, подается неправильное напряжение, да, то есть давление, давление газа. Я не эксперт в газовой системе, но, я думаю, нас и эксперты смотрят. Поэтому напишите нам, если кто-то знает подробности подобных ситуаций, то, я думаю, было бы интересно узнать. Власти Москвы назвали дату начала нового сноса самостроя. Это 5 декабря. Опять-таки через 3 дня как раз у нас здесь будет встреча в нашем Доме народов. Будем надеяться, что наш дом в Одинцово не признают самостроем до этого времени, не начнут его экскаваторами, да, как, ну, погоди, с этим, с таким чугунным шаром начнут махать и сносить дома. Надеюсь, что до этого не дойдет. Ну, это шутка, конечно, но, тем не менее, понятно, что все эти сносы самостроя, и вообще, как тот или иной дом, то или иное строение находится на этом месте уже там несколько десятков лет, и тут его вдруг признают самостроем. Это, во-первых, а во-вторых, мы знаем историю, очень популярное видео есть у Кумикадзе, которое в свое время разошлось большим тиражом, да, где мужчина рассказывает, показывает документы о том, что его строение не признано самостроем, и совершенно все официально, и у него есть 16 решений суда, 16 решений суда о том, что его, в общем-то, здание стоит здесь абсолютно законно. Однако мы знаем, что вот в ту ночь длинных ковшей, которая происходила не так давно, это здание снесли. То есть это абсолютно рэкетская система, да, то есть понятно, что малый бизнес, он сейчас отнимает у более крупного, который аффилирован властям, или вообще принадлежит каким-то олигархам, которые, опять-таки, аффилированы властям, он отнимает большой рынок, да, то есть мы можем зайти с вами в какой-нибудь, вот я вам могу привести пример, мы сегодня были в Ленте, здесь у нас есть магазин Лента, в котором практически никого не было, и в котором цены, там, ну, я не знаю, в полтора, в лучшем случае, раза больше, дороже, да, то иногда и в два, чем в рынке, чем на рынке, который находится недалеко от него, на рынке намного больше людей, чем в Ленте, и цены намного ниже, да, то есть, и опять-таки, это рынок, а уж если мы говорим про какие-то базары, про какие-то ларьки, про какие-то маленькие магазинчики, мини-маркеты, да, то, естественно, люди стараются сэкономить каждую копейку, плюс эти мини-маркеты в шаговой доступности на каждом углу, поэтому большие деньги идет именно отток, то есть это классическая борьба за большие деньги, когда нам рассказывают о том, что это какая-то борьба, там, с произволом, с самостроем, ну, это глупость, безусловно. Предлагают обратиться к Кадырову, но я не думаю, что Кадыров будет защищать московский самострой. Это новый тренд такой, я понимаю, о чем вы говорите, это новый тренд, то есть раньше был Путин, помоги, да, то есть все снимали всевозможные там видео, Путин, помоги, теперь вот все обращаются к Кадырову, но это вообще интересная тенденция, надо ее, кстати, обсудить, вот, может быть, сегодня в 21 час, мы ее обсудим, с чем она связана, у меня свое представление есть. Сотрудники полиции не допустили совершения гражданином акта самосожжения, то есть так они это отчитываются об этом, как о таком рядовом, в общем-то, случае. 32-летний мужчина поставил вокруг себя канистры с бензином, после чего позвонил в прокуратуру и сообщил о том, что собирается себя поджечь. Он, в общем-то, мотивировал невыплаты ему заработной платы руководством, в общем-то, предприятия, да, на котором он работал. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ОМОНа, причем я не понимаю, зачем ОМОНа, что они собирались делать дубинками его бить, которые воспрепятствовали совершению акта самоубийства, и, в общем-то, гражданин был доставлен в отделение полиции, где у него было принято заявление по факту невыплаты работодателям заработной платы. Но это, конечно, очень смешно, что-то мне подсказывает, что мужчина перед тем, как угрожать самоубийством, наверное, все-таки написал уже заявление, я думаю, не одно и даже не один десяток. И, в общем-то, повезло ему, я могу сказать, повезло, что его не отправили в психиатрическую больницу, потому что мы знаем, что согласно нынешним законам, люди, которые пытаются покончить жизнь самоубийством, причем даже когда человек просто говорит, то есть у него нет, я не знаю, ножа возле руки, или он не стоит в петле, и его не снимают из этой петли. А когда он просто говорит, что я хочу покончить жизнь самоубийством, к нему, в общем-то, выезжает неотложка, и его увозят в психиатрическую лечебницу. И таким образом они якобы борются с самоубийствами. Вот в Саратове я знаю таких примеров как минимум несколько, только из своего опыта, из людей, с которыми я так или иначе посредственно был знаком. Поэтому вот здесь человеку повезло, что его за законное требование выплатить зарплату не упекли в психушку. Это было бы очень, конечно, забавно. Но не забавно, конечно, нисколько, потому что такие люди мы видим. На прошлой неделе мы говорили, что человек покончил жизнь самоубийством из-за невыплаты зарплаты. Даже два таких случая было. Вот сейчас опять пытался покончить жизнь самоубийством. Я думаю, что в скором времени просто эти люди с этими, в общем-то, бутылками бензина будут обливать не себя, да, а кого-то других. И я думаю, что гнев народный, то он как раз... Если человек уже готов рисковать своей жизнью, да, то есть у него уже отчаяние дошло до такой степени, отчаяние, следующий этап – это ярость. После отчаяния следующий этап – ярость. Я думаю, что мы эту ярость в скором времени увидим, если ничего не будет меняться. Да, еще и общественно опасным способом, да, вот пишут. Да, кстати, спасибо, что подсказали. В Валдае после драки со сверстниками госпитализирована школьница. Продолжаются истории с необоснованным насилием детей, да, подростков. То есть мы это видим уже на протяжении нескольких месяцев, даже не то, что недель, а месяцев. Началось это все в сентябре, и, в общем-то, вот уже декабрь наступил. Кстати, всех поздравляю с наступлением первого месяца зимы. Я же сегодня первый зимний эфир веду, поэтому всех поздравляю. Школьницу, в общем-то, избили, я так понимаю, подруги, 13-летняя. После драки со сверстниками она попала в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали пострадавший ушиб головного мозга, разрыв органа брюшной полости. Ну, и, в общем-то, по предварительной версии, драка между школьниками возникла по пути домой после уроков. Но я понимаю, что драки у школьников и у подростков были всегда. Но я говорю, что вот эта грань, которую почему-то современные дети перестали чувствовать, я не знаю, почему это, наверное, вопрос к каким-то психологам или даже, может быть, к психотерапевтам, к психиатрам, да, почему люди перестали, дети перестали чувствовать вот эту грань насилия, да, то есть это очень интересно. И мы видим очень много случаев, когда какие-то там шутки, я не знаю, кто-то с кем-то играет в снежки, кто-то там больно попал кому-то снежком, второй там подросток взял арматуру и забил своего, в общем-то, обидчика до смерти, да, если помните, мы о таком случае рассказывали. То есть с чем это связано, как вот эта обстановка, которая у нас в стране происходит, да, как все то, что дети видят, на это влияет, но, наверное, влияет, наверное, не в лучшую сторону. И это, в общем-то, проявляется и на своих сверстниках, и на взрослых, и на животных, да, мы об этом знаем. Поэтому я думаю, что, к сожалению, это может быть даже не столько волна, вот, которая сейчас там, которая закончится через неделю или еще как-то, а, в общем-то, это такая раковая болезнь, да, такая метастаза нашего общества, которая, к сожалению, воспаляется с каждым днем все больше и больше, потому что дети смотрят по сторонам, и они видят, у них нет вот этого вата-тв, вата-тв на них пока еще не работает, они, в общем-то, объективно смотрят на вещи, и, к сожалению, то, что они видят, наверное, не очень хорошо на них влияет. А вот житель Брянской области вернул долг по алиментам мелочью. Более 20 тысяч рублей монетами, в общем-то, житель города Унеча Брянской области принес судебным приставом. Ну, забавная такая акция, да, то есть он тоже, можно его назвать художником-акционистом, принес 4 плотных мешка с монетами номиналом 1, 2 и 5 рублей. Ну, вот можете посчитать, сколько 20 тысяч рублей монетами по 5 рублей будет, да, хотя бы по 5. Я думаю, что это очень большой объем, очень большой вес. Человек, в общем-то, подколол таким образом. Но, с другой стороны, понятно, что алименты нужно платить. Это безусловно, и почему-то сейчас, ну, это мое мнение, опять-таки, почему-то сейчас нарастает волна такого движения, да, когда, в общем-то, мужчины требуют на политическом уровне, да, то есть целые политические организации объединяются, мужчины требуют освободить от уплаты алиментов, потому что это нарушает их права, там, и так далее. Но я думаю, мужчина, в общем-то, тема и отличается от женщины, что он должен нести ответственность за свои поступки, да, то есть если уж ребенка заделал, то ясно, что я не сторонник тех, кто живет там всю жизнь с какими-то людьми, просто потому что у них общий ребенок, безусловно, я не сторонник таких мер, но нужно, в общем-то, своих детей поддерживать и всевозможно, в общем-то, участвовать в их воспитании, иначе получаются вот такие случаи, о которых мы говорим раньше, да, либо с суицидами, либо с убийствами, либо с какими-то, я не знаю, актами насилия, это неправильно, это в том числе, конечно, от воспитания происходит. Оба администрации выделят ветеранам по 1500 рублей, такая вот замечательная акция, аттракцион невиданной щедрости, я бы это назвал так, 28 ноября, администрация Волгоградской области, вот я сразу к Саринформу, да, обращаюсь, которая это написала, нет администрации Волгоградской области, есть правительство, но это просто так поправить, правительство Волгоградской области выступило с постановлением о единой денежной выплате в связи с празднованием 74-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. То есть не забудем, не простим, не забудем, не простим, то есть когда какой-то Сережа или там, я не знаю, какой-то Слава или какой-то Дима или кто-то еще пишет объективные вещи о том, что наши власти наплевать на ветеранов, наплевать на победу, наплевать на историю, наплевать, в общем-то, на те подвиги, на тот героизм, который наши люди, да, ради них делали, ну, не ради них, понятно, но тем не менее, в том числе ради них. Когда мы об этом говорим, на нас там возбуждают какие-то дела, да, за то, что мы там пиаримся каким-то образом на теме ветеранов и так далее. И каждые 9 мая мы слышим о том, что весь наш народ, в общем-то, един в вопросе Великой Отечественной войны, в поддержке ветеранов и так далее. Но вот победа, да, и героизм защитникам Сталинградской битвы, участникам Сталинградской битвы, стоит 1500 рублей. Ну, я думаю, это, в общем-то, показательно, да, сколько стоит героизм в России, сколько стоит история в России, сколько стоят вот эти духовные скрепы, о которых нам говорят. Духовные скрепы всего 500 рублей, недорого, разбирай. Мальцев обидится на какую-то там славу, да бросьте. Ну вот, я с вами не согласен, это как раз то, о чем мы говорим, о том, что путинское вот это дерьмо, да, вот Путину, это вот и вся его братья, вся его кодла, начиная от самых верхов и заканчивая самыми низшими слоями, это такое вот говно, вот такое ощущение, что они обмазаны говном, и чтобы они, что бы они не коснулись, чего бы они не тронули, это все начинает сразу вонять, вонять на всю страну и вонять, и все вот щурятся и не хотят на это смотреть, да, и отворачиваются, и их, в общем-то, рвотные рефлексы тянут, да, то есть возьмите самое какое-то великолепное, что у нас есть, самое чистое, самое, я не знаю, доброе, самое прекрасное, и если Путин что-то скажет в эту поддержку, если он там как-то начнет этому способствовать или что-то еще делать, у всех сразу начнут, в общем-то, вот эти рвотные рефлексы идти, да, поэтому, безусловно, я чувствую то же самое, что и вы, каждое 9 мая, наблюдая за тем, как, в общем-то, праздник Великой Отечественной войны, да, праздник Победы превращается в очередную пиар-акцию «Единой России», в очередную пиар-акцию Путина, да, Путин у нас оказывается главный победитель, он там воевал в Великой Отечественной войне, в Великой Отечественной войне, да, конечно, мне тоже все очень неприятно, очень сильно неприятно, и все эти хирурги и так далее, все это, конечно, очень как раз вот рвотные рефлексы вызывает, но нужно уметь смотреть вот сквозь это дерьмо, которое они, которым они все пачкают, да, конечно, великое-великое событие война, странная фраза «великое событие война», но оно, в общем-то, великое, да, то есть, ну, нужно, ладно, это более такой глобальный вопрос по Великой Отечественной войне, можно долго о нем рассуждать, основное, что я хочу сказать, все вот эти можем повторить, да, о которых постоянно вспоминают наши патриоты, патриоты, да, и ватники, можем повторить, но, наверное, наши деды и прадеды делали это, в общем-то, жизнью своей рисковали, а многие жизнь свою положили, чтобы это никогда не повторялось, а Вова, Вова сейчас как раз делает так, чтобы, в общем-то, это все повторить и повторить в гораздо большей степени, поэтому Вова главный фашист, и сейчас главный фашист Вова награждает борцов с фашизмом в Сталинграде тысячу и пятисот рублями, да, ну, а что еще можно ожидать от главного фашиста, вот нам говорят, если бы Гитлер захватил, но я не знаю, что бы было, если бы Гитлер захватил, но вот Путин, мы видим, что происходит, когда Путин захватил. Рохнувший с крыши снег травмирового воспитателя детского сада и двух детей во время прогулки. Сегодня это произошло, 2 декабря в 10.30 началась волна, вы будете смеяться, я, может быть, это слишком часто говорю, но это почему-то происходит, да, я погуглил, посмотрел, сколько было новостей, например, неделю назад о снегах, ну, о том, что падает снег, сосульки, лед и так далее, очень мало. Вы мне можете сказать, что неделю назад было теплее, вот я могу сказать, что неделю назад в Москве был снег везде, вот сейчас снега нет, я могу сказать, что неделю назад был в Саратове везде снег, сейчас снега нет, а в Сибири так уж там, наверное, я не знаю, месяц уже снега лежат, да, поэтому это не аргумент, неделю назад практически не было новостей, тут вот громкий случай в этой Кемеровской области, да, с падением снега, благо там никто не пострадал, серьезно сразу вам скажу, в Красноярске упавший снег с крыши разбил несколько автомобилей, говорят о том, что девушка там еле успела отпрыгнуть, но вот если бы не успела, то может быть более мы, как бы печально бы об этом говорили, да, сбивая сосульки, монтажник завода Оргсинтез разбился насмерть, 46-летний мужчина, да, в Нижегородской области, 1 декабря это произошло, и продолжается, продолжается эта волна, будет она сейчас только набирать обороты, к сожалению, поэтому обращайте внимание, вообще всегда не имейте привычки ходить возле домов, это вот совет вам такой очень-очень серьезный, на самом деле, без шуток, летом, зимой, не имейте привычки ходить впритык с домами, потому что, ну, по очень многим причинам, да, то есть, во-первых, вы себе определенный маневр, ограничиваете, да, во-вторых, мы знаем, в каком состоянии фасады домов, падают балконы, падают кирпичи, даже какой-то кусок штукатурки, вот такой небольшой кусок штукатурки, упавший с девятого этажа вам на голову, может очень серьезные последствия принести, да, в случае ветра, опять же, то есть, с крыши что-то может упасть, оторваться какой-то лист металлический, что угодно, понятно, что вы себя не можете обезопасить нигде, и в нынешних условиях в России, вот здесь я сижу и подвергаюсь огромной опасности, и вы, даже сидя дома, там подвергаетесь опасности, может газ взорваться, может еще что-то произойти, поэтому все равно, вот имейте это в виду, конечно, и обращайте внимание на козырьки, то есть, вот я вам могу сказать по своему козырьку, да, то есть, у меня был абсолютно разбитый, разрушенный козырек возле дома, бетонная такая плита, я воевал, воевал с управляющей компанией, и, в общем-то, в итоге просто мы с двумя товарищами после скандала разбили этот бетонный козырек окончательно, то есть, у меня теперь нет козырька, потому что это намного лучше, потому что, выходя из дома, я могу хотя бы посмотреть наверх, увидеть, есть там сосулька или нет, и пройти, а если, в общем-то, зимой выпадет какой-то снег, и этот бетонный козырек просто упадет мне на голову, то есть, не снег упадет, от снега он меня точно не защитит, но он может, в общем-то, сам стать причиной травм, да, моих или, там, моих близких, поэтому обращайте внимание на состояние своего дома, своего фасада, своего подъезда, в том числе мелочи, это всегда мелочи, вот, как есть такая фраза, смерть – это то, что бывает с другими, да, все думают, что смерть – это вот нечто, к чему мы идем, это философский разговор, я понимаю, но все равно, к чему мы идем, к чему мы стремимся, там, длимся, и вот как-то это всегда так происходит, радужно, а, как правило, это все не так, да, как правило, вот человек вышел, споткнулся, упал, разбил себе голову и умер, такое, к сожалению, бывает. Иди сюда, ничего страшного. Ты что-то хотел сказать? – Не решаешь? – Да, да, у меня ничего. – А, то есть, это терпит? – Да. – Все, понял, прошу прощения. – Последняя новость на сегодня у нас, четверть миллиона рублей заплатят за неубранный снег в Ижевске. Вот опять очередная история, да, со снегом продолжается, 56 протоколов уже составлено в Ижевске. Что происходит? Я вам объясняю. Казалось бы, так хорошо, то есть, власти Ижевска заплатят деньги за то, что они не убирают снег. Замечательно, это же прекрасно, правильно? Если бы так, заплатят управляющие компании. И вы скажете, это же тоже замечательно, вот эти жулики, воры, которые в системе ЖКХ воруют, они заплатят, наконец-то, за то, что не чистят там дворы, крыши и так далее. Или начнут их чистить, и вообще все будет замечательно, перестанут падать сосульки на голову людям. Опять-таки, я был бы очень рад, если бы произошло так, но, увы, нет. Увы, эти деньги заплатим мы с вами, потому что все штрафы, которые накладываются на управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, в общем-то, все формы, даже лично управляющих компаний, они впоследствии, в общем-то, накладываются на нас с вами. Потому что это все, мы видим, отражается в наших платежках. Я работал в системе ЖКХ, я писал о коррупционных сферах системы ЖКХ. Я знаю, как это происходит. В 9 из 10 случаев, если управляющая компания получила какой-то крупный штраф за что бы то ни было, этот штраф будут оплатить жильцы по причине того, что будут расти какие-то странные там в платежках пункты. И причем вы этого даже можете не заметить, у вас это вырастет на 200 рублей, может быть, даже вы и не обратите внимания. А если мы посмотрим в масштабах всего вашего дома, а в управляющей компании, как правило, несколько домов, а иногда и несколько кварталов, несколько десятков, иногда сотни домов в крупных управляющих компаниях, все это, в общем-то, будет отражаться на наших с вами кошельках. Вот тут меня критикуют, критикуют на тему того, что я перенес эфир со вчерашнего дня на сегодняшний, потому что обещал гостей. Поясняю, действительно, у нас должны были быть гости, определенные активисты. Я не буду говорить, какие активисты, потому что, ну, я не хочу с ними иметь конфликт, не в плане того, что я боюсь, а в плане, это смешно, я никого не боюсь, ну, их я точно не боюсь. Ситуация следующая, то есть люди, я им предложил эфир, они согласились, после чего, я так понимаю, сегодня в течение дня им кто-то рассказал о том, что мы фашисты, что мы там что-то рассказываем про евреев страшное, да, про масонские заговоры и так далее. И люди, в общем-то, от эфира отказались, отказались без конфликта, но, тем не менее, вот мотивация такая, да, что ваши политические взгляды и ваше мнение о евреях, вот это меня больше всего поразило, они знают мое мнение о евреях, оно как-то там повлияло на их решение. Но я не хочу с этими людьми ругаться, я хочу сказать, что вас ввели просто в заблуждение, если вы смотрите этот эфир, я знаю, кто вас ввел в заблуждение, я знаю, что эти люди, которые вас ввели в заблуждение, они тоже смотрят наш эфир, я вам очень не советую, да, вот этим людям продолжать вести, как бы, такую деятельность, да, потому что вы не спецслужбы и у вас никакой гарантии безопасности нет, я вам просто намекаю, да, и, Алексей, вы должны поспокойнее себя вести, я вам советую так сделать, вот. Вот, поэтому, активисты эти, если хотите, давайте мы с вами увидимся без камер, я вам, в общем-то, с вами пообщаюсь совершенно спокойно, может быть, я как-то эксцентрично об этом рассказываю, извините, я совершенно спокойно готов с вами пообщаться без камер, вы увидите, кто у нас фашист, да, как у нас выглядят главные фашисты России, и я уж тем более не хочу вас там как-то тянуть к себе в эфир, если у вас нет такого желания, но вот если у вас есть какие-то вопросы, которые остались нерешенными для вас, да, я бы с удовольствием вам подсказал ответы на эти вопросы и подсказал бы определенные вещи о тех людях, которые, да, вот такую информацию о нас такую распространяет, а этим людям я очень советую, в общем-то, закрыть те отверстия, из которых поддувает. Вот, давайте на вопросы поотвечаем, дорогие друзья, на ваши вопросы, желательно не о евреях, пожалуйста, а то вот опять нас бурт. Нет, причем здесь Рэмбо включил, я не Рэмбо включил, просто нужно вести себя нормально, нужно, если у кого-то есть какие-то к нам претензии, это не значит, что я рву на себе там футболку и кричу, я сейчас буду там кому-то морды бить, да нет, вы их объявляйте впрямую, напрямую, да, в общем-то, во всеуслышание, пожалуйста, мы, даже там тот же какой-нибудь условный сотник, да, он как бы идиотский, но претензии свои во всеуслышание высказывает. А когда люди начинают вот какие-то подковерные игры, кому-то там отзваниваться и рассказывать, а вы знаете, кто это, да, а в лицо тут ходят и улыбаются, не надо так делать, это очень неправильно, это просто не мужское поведение, не важно, сколько бы вам не было лет, 20 вам лет или 120, это просто не мужское поведение. И, в общем-то, в определенных кругах, да, оно наказывается. Не мной, не мной наказывается, просто могут быть определенные последствия. Как разбогатеть? Есть очень много способов разбогатеть. Нужно иметь желание, в первую очередь, и, да, желание даже, я думаю, вот здесь только одного желания достаточно. Нужно определенный склад ума иметь, да, определенный склад менталитета. У меня, например, нет такого менталитета и склада ума, я всю жизнь заработаю за копейки. Я никогда об этом не жалею. Я рассказывал о том, что я работал за 3 тысячи рублей в месяц, совершенно официально. У меня не было никаких сбережений, я жил на 3 тысячи рублей в месяц. Ну, там, мои друзья какие-то мне помогали, у которых тогда было попроще с деньгами, сейчас у меня попроще с деньгами, я им помогаю, ну, то есть это обычная ситуация. То есть я не могу зарабатывать деньги, я знаю, потому что у меня нет такого склада ума, чтобы я где-то переступал через свои там моральные принципы ради заработка денег. Как, к сожалению, так иногда приходится делать. Поэтому, в общем-то, сделайте для себя, поставьте для себя вопрос, на что я готов идти ради заработка денег, да. Если готовы на многое, то, наверное, вы можете идти и зарабатывать деньги серьезные и большие в этой стране. Но я вот, например, не могу. Еще раз, секундочку, вопрос. Сергей, я иногда, может быть, и писал в чат то, что противоречит вашей точке зрения, но спешу уверить. Я на вашей стороне, грибочек великий. Грибочек великий. Но если вы на нашей стороне, то, в общем-то, все хорошо, да, мы можем чувствовать себя спокойно. Но если серьезно, нужно как-то более приземленно, что ли, мыслить вот об этом. Вот давайте представим, вот есть люди, какие-то нормальные, адекватные люди, которые не нравятся мальцев. Ну, вот так происходит. Или не нравится окунев, или не нравится уши окунева, я не знаю, там, или что-то еще, нос, там, рот, что угодно. Или какие-то другие люди, которые к нам приходят, с нами общаются. Но они мыслят так же, они так же ненавидят эту власть, они так же хотят ее, в общем-то, свержения, да. Вот вы мне ответите на вопрос 5-го, 11-го, 17-го. Эти люди будут с нами или не с нами? Ну, конечно, с нами, но это очевидно. Ну, потому что, ну, как, то есть человек все, в общем-то, все это понимает, все это видит, хочет свержения этой системы, да. И 5-го, 11-го, 17-го он скажет, не, я пойду Путина защищать, потому что там мальцев. Ну, конечно, нет. Поэтому есть огромное количество людей, которые с нами спорят, там с нами дискутируют, может быть, нас не любят, может быть, нас даже искренне ненавидят, но они 5-го, 11-го будут с нами. И это нормально. Это нормально. Темно, говорят, а мы всегда так вот, при таком освещении, всегда ведем эфиры. Не понял, что про цветную революцию. Нет, потому что человек не понимает, кому передавать эту власть. Вот именно поэтому арт-ог, вот когда нас спрашивают, что будет, почему 5-й, 11-й, вот такие классные революционеры, почему вот 5-го, 11-го они сейчас. Вот потому что арт-ог не готов, потому что, может быть, грибочек великий не готов и так далее. Когда люди поймут, что все, уже тупик, уже дальше некуда. Уже с Мальцевым, с чертом лысым, я не знаю, с Навальным, с там, я не знаю, с Гудковым, с кем угодно, вот с кем угодно, да, уже готовы, а дальше разберемся. Вот когда люди начнут так мыслить, что уже все, тупик, уже жрать нечего, да. Вот тогда, тогда, в общем-то, понятно будет. Просят рассказать, что произошло на дороге, конкретно, когда дядя Слава вас спасал от трансформатора. Да ну, это Т-образный перекресток, причем, если бы он был вот таким, да, вот, видно меня сейчас, давайте я вам прям схему рисую. Вот такой Т-образный перекресток, это одно, а он был вот таким Т-образным перекрестком. То есть мы двигались вот по этой дороге, и вот здесь разворот, он даже не то, что там вот такой, да, не вот такой, а он еще сильнее, то есть там нужно развернуться чуть ли не на, там, не знаю, не на 300 градусов, да, я вообще таких поворотов, наверное, по пальцам знаю в России. Мы, в общем-то, этот поворот проморгали, по причине того, что абсолютно темная трасса, нет ни одного фонаря, и вот эта дорога, по которой мы едем, она упирается в трансформаторную будку. Вот знак находился примерно за 10-15 метров до поворота, что, естественно, неправильно, это совершенно глупость. И, в общем-то, мы, немножко пришлось нам это, чудеса пилотажа, ну, не мы, Вячеслав Ильич Славович, чудеса пилотажа проявить. И вы знаете, вот кто-то скажет, что я тут Рэмбо включаю там, или что-то. Я часто боюсь, это, кстати, нормальное чувство, вообще не стыдно бояться. Вот я признаюсь, я часто боюсь, так бывает. Но в этом случае я вообще не испугался. Вот даже если мой пульс бы померить, я был совершенно спокоен. То есть единственное, что я подумал, что нужно голову, чтобы мне не отрывало, когда мы начали там мотаться, я голову закрыл, я был пристегнут, все, я совершенно был спокоен. Почему-то, вот я не знаю почему, не потому что я смелый, а потому что я почему-то знал, что мы без последствий в общем-то ситуацию эту преодолеем. Но я думаю, что 90% людей, которые нас смотрят, которые поддерживают Вячеслава Вячеславовича, посидели бы в этой ситуации, потому что мы, в общем-то, очень были в сложной такой, в сложную аварию могли попасть, да, с большими последствиями. Вот тут определенные шутки есть, я вам знаете, просто скажу историю одну, не буду говорить к чему, а каждый сам решит к чему. Я думаю, что вы поймете. У меня был товарищ один, он был, ну, хороший товарищ, да, и мы в определенной общей компании общались, и он почему-то всегда ходил в одежде с длинным рукавом, в теплой одежде, с длинным рукавом, в жару, в минус там, в плюс 30, я не знаю, там, в плюс 40, всегда ходил с длинным рукавом, и у меня, мы как-то его всегда подкалывали, да, и, ну, без злобы, так подружески подкалывали, а он всегда что-то отмазывался, причем видно, что ему жарко, ему некомфортно, а он как-то всегда так обходил эту тему, да, там тоже отшутивался и что-то в этом роде, а потом выяснилось, что у него рак кожи, ему просто нельзя было загорать. Вот я вам эту историю рассказал, а вы как бы делайте вывод, к чему она, к тому, что иногда там шутки какие-то по поводу внешности человека, еще над чем-то, они могут, просто люди не знают, да, определенных вещей. Можете несерьезно к этому относиться, я просто, просто рассказал вам пример, что иногда нужно как-то думать, а вдруг я что-то не знаю. Так, еще раз. А, про рыбу хотите? Все нормально, про рыбу расскажем. Да нет, вы бросите, некоторые вещи слишком ангажированы. Это я прорву. Хочу ли я быть примером? Вот знаете, у меня вопрос такой был записан, вот он у меня прямо вот здесь вот, в сценарии, самым первым был записан, о котором я хотел поговорить. Он у меня написан о популярности. Вот я хотел о нем поговорить, давайте я поговорю о нем в следующий раз. для этого важный и интересный вопрос. О том, что многие там пишут, о том, что я там рвусь какой-то популярности, я вот свою позицию давайте чуть позже об этом скажу. пожалуйста, назовите, когда будет следующий раз. Спасибо за прекрасную познавательную передачу, спасибо вам, Андрей, за то, что вы нас смотрите и вообще как бы за поддержку, да, то есть она очень радует. Вот сейчас меня порадовали, у меня как-то так, я немножко в какое-то депрессивное состояние впал, на несколько секунд вы меня порадовали. Спасибо, следующая передача. Вопрос актуальный, я думаю, что если все по плану, то это на вторник, давайте, наверное, так определимся, в воскресенье, все перебрал, в воскресенье мы будем в Питере, и может быть, может быть, я выйду в эфир из Питера, и может быть, у нас будет какой-нибудь гость, я постараюсь, но не обещаю, потому что не знаю, как наша поездка пройдет, если пройдет хорошо, то, ну, все по плану, если будет идти, то я думаю, мы, в общем-то, какого-то гостя в Питере выловим, возможно, может быть, не очень знаменитого, но нашего соратника, с ним пообщаемся, я думаю, вам будет интересно. Да, вот Татьяна, как это сказать правильно, наблюдательный зритель. Видите, Татьяна, для вас все понятно, это же хорошо. Длинный вопрос, долгий, давайте отвечу на него обязательно, когда-нибудь. Нет, Эдик не болеет, он не в Анапе, он в Саратове, вы его, во-первых, слышали во время выборов, когда он был в Москве, сейчас он в Саратове, я его видел в последний раз, наверное, в сентябре, и как-то так, не знаю, как-то он меня немножко расстроил, так вам скажу. Не в смысле, что он там как-то меня обидел, там, или что-то, а просто как-то я его увидел, немножко расстроился, так иногда бывает. Даже не он меня расстроил, а просто на мысли определенные навел. С ним все в порядке, ладно, я что-то пугаю, все хорошо, с Эдиком он в Саратове, все нормально. Ну, сейчас я, кстати, не знаю, может, там где-то не в Саратове, но с ним все хорошо. Сергей, в какой цепочке вы с Вячеславом? Ученик-учитель, начальник-подчиненный? Я даже как-то не задумывался никогда над этим вопросом. Ученик-учитель едва ли, начальник-подчиненный, наверное, все-таки нет. Не знаю, вот даже не знаю, к чем вам ответить. Надо подумать, как это в голове у меня сформулировать. Нет, Эдик не заватился, с Эдиком все хорошо. Ладно, все, я конспирологическую теорию теперь посею. Так, дорогие друзья, 20.05 у нас последний вопрос, давайте и будем прощаться. Что вы будете делать, если все-таки Гитлера, Путлера, простите, Путлера не скинут? Умирать будем, что мы будем делать? Ты уважаешь Навального? Очень уважаю Навального. Лично общался с Алексеем и в эфире, так, я считаю, таким очень интересным промежутком в моей жизни, да, пообщался с Навальным. До эфира мы с ним разговаривали достаточно долго, причем несколько раз. Очень приятный человек. И это вот, что меня порадовало, это то, что Навальный, так же, как Мальцев, вот, включилась камера, Мальцев один, камера выключилась, Мальцев тот же самый, Мальцев поехал куда-то отдыхать, это тот же самый Мальцев, мы сели в машину, мы вдвоем, там, втроем, это тот же самый Мальцев, то есть нет какой-то вот театральной маски, образа, который он надевает. Я, конечно, с Алексеем Навальным не так хорошо знаком, я там, не знаю, как он себя дома ведет, там, с женой, с кем-то еще, но, по крайней мере, вот мы там, был у нас опыт общения неформального, да, я могу сказать, что Навальный очень приличный человек. Все, Серега, это 21.00. Понял, я вас отпускаю, вы меня отпускаете, спасибо большое за то, что вы нас смотрите, в 21 час мы с вами встретимся в плохих новостях, там будет очень много интересных, важных вопросов, напомним, что это последние плохие новости у нас на этой неделе, крайние, крайние плохие новости, поэтому все наши перемещения в понедельник, в воскресенье, в субботу мы сегодня о них объявим. Любите друг друга, счастья, здоровья, будьте внимательны и осторожны, сегодня же и мой последний эфир на этой неделе, хороших вам выходных, дорогие друзья, давайте как-то оптимистично закончим, я прям, что-то меня сегодня порадовало, хороший, хороший эфир прошел, спасибо вам, до свидания. Свет, да будет свет.